Всем привет! С вами Миссионер Джейн и сегодня мы продолжаем проходить режим рейд на уровне сложности бездна в игре Resident Evil Revelations. Сегодня постараемся без лишних эмоций, мне нужно поберечь голос. Так уж случилось. Ну, насколько вы можете заметить, на нас уже активная атака идет. Вот оно, наше главное различие от уровня сложности пропастеров. Такая штука появляется сразу же. Ну, ничего. Сейчас я ее тоже уберу. Самая главная опасность здесь это стрелки, которые могут изрядно потратить мое здоровье. Ух ты! А я смотрю, они уже 45 уровня. То есть, будут враги и 50-го в скором времени? Да уж, тогда нам будет совсем весело жить. Ой! Слушайте, ну серьезно, ребят. Давайте хотя бы по одному. Мне нельзя нервничать сегодня. О! Да, гигантик. Надо что-то с ним решать срочно. Потому что, похоже, стрелки будут появляться без перерыва. Ну, все. Теперь мы можем успокоиться и разобраться со стрелками. Лишь бы хантеры не появились. Вот о чем я сейчас думаю. Оружие оставляет желать лучшего. Эх, было бы финансов в игре побольше. Я бы хоть приобрела транжиру. Хотя я как-то приобретала этот автомат. Так, мне что-то не понравилась его отдача. По мне лучше стрелять из G36. Гранату, что ли, шоковую бросить? Даже не знаю. Да, так будет эффективнее. Только они ведь со всех сторон опять. Нет, надо что-то делать. Не хотелось бы, чтобы ударило током. Да что ты делать будешь, а? Издеваются. Может быть, я уже сто раз пожалела бы, что... Пытаюсь получить ранг С на всех локациях. Ведь у меня нет для этого подходящего оружия. Но пускай это будет нашей фишкой, так сказать. Прохождение... Без... Качественного вооружения. Живучая. Сейчас, наверное, опять этот с панцирем придет. Да что такое, а? В других играх как-то попроще, потому что враги так сильно не крутятся. А эти прям... Извиваются. Как змеи. И ведь нигде от них не спрятаться. Здесь нет угла. В который я могла бы побежать. Так. Со значком короны, значит. Ах! Скармельоны? Ой, нет, нет. Надо... Надо подальше отбежать от него. Ползучий скармельоны. Понятно с тобой все. Ах! Кто там? Сзади меня опять кто-то. Да что такое? Я вообще получу ранг С здесь или нет? У меня хотя бы шансы остаются. Вот кто там был сзади меня? Я так его и не могу рассмотреть. Похоже, опять скармельоны появилось. Ну, еще и фиолетовый. Это настоящее издевательство надо мной. На фиолетовых, похоже, все-таки шоковые гранаты не действуют. Я уже сколько раз обращала на это внимание. По ним приходится стрелять. Гранаты особо не работают. А вот этим хватает всего одной. Ну что, мы немножечко... Нет, нет, не подраскидались. Я думала, мы уже все расчистили. Ой, сейчас будет громко. Я так и думала. Ага. Значит, что мы сейчас будем делать? Уберем этих стрелков. И попробуем все-таки разобраться... Да что ж такое-то, а? Скармельоны продолжают появляться. Еще и 47 уровня. Враги не дремлют. Враги эволюционируют. Это не очень хорошо. Ну что ж, теперь твоя очередь, дорогой. Давай побеседуем. Как его зовут, а? Я не вижу. Оз... Озала. Да, ну его. Кому какая разница, как его зовут. Я надеюсь, что он будет последним, потому что... Меня уже столько раз ранили. Есть риск, что ранг S мы не получим. Хотя я так каждый раз говорю. Вот честно, каждый раз. Эмблема появилась, но я не спешу уходить. Вот... Вот, пожалуйста. Что, их еще и двое? Давайте одного закидаем, чтобы меньше проблем было. Ну все. Остался только этот. Вот мы с ним один на один и будем танцевать. Ух ты. Никогда не обращала внимания, какой он фигуристый. Вот из чего же его сделали? Вот каждый раз задаю себе этот вопрос. Надо его отвлечь. Он здесь не помещается. Он... Он уходит за текстуры. Своей головой. Слишком большой размерчик ему поставили. Он ему не подходит, но никак. Да, 45-го уже уровня. Надо же. Но это я все продолжаю удивляться. Неужели мы почти подошли к финалу? Хотя это... Какой же этот номер, а? Уж и не припомню, какой это номер эпизода. Да и не важно. Давайте уже разберемся с этой тварью. Уж она-то по-любому должна быть последней здесь. Обычно фиолетовенькие это типа мини-босс. Сейчас будет громко. Хорошо хоть меня не зацепило. Ну давай, ну что ты так долго держишься? Тебе ведь недолго осталось. Неа. Не хочет никак. Давайте обойдем его с другой стороны. Так, ладно. Надо же дышать глубже. Успокоиться. Слушай, ты надоел мне уже. Сколько ты моих биоловушек уже потратил? Причем впустую. Между прочим, они денег стоят. У него две головы. Или одна это не голова. Что же это за штука-то за такая? Вот под таким вот углом я ее хорошо вижу. Но понять, что это за красавчик я не могу. О, вы посмотрите только, сколько всего интересного мы получили за убийство этой твари. Чтобы мне не пришлось очень много тратить финансов в магазине. Соберем те припасы, что валяются сейчас. Ну, для чего эти ящики для оружия? Я не могу. Никак не могу сообразить. Давайте посмотрим, на что мы наработали. Ух, это было безукоризненно. Я уж переживала. Ну, хоть геноцид-то мы получили. Ну, другого я и не ожидала. Да, я тоже готова. Уже тринадцатый этап. Как быстро время-то летит, а? О, у нас всего пятнадцать минут. Ты прям с самого начала миссии. Да, что ж тогда будет ближе к ее окончанию, а? Ну, пойдемте в диспетчерскую. Я жду подвоха за каждым углом. Потому что мало ли, что нам предоставит бездна. Четырнадцать с половиной минут. Мы полминуты потеряли там. Это плохо. Когда мне придется драться с Рэйчел там, внизу. Вдруг она будет фиолетовой. Ну? Долго вы будете еще меня нервировать, а, хантерчики? Что? А почему она здесь-то? Я думала, она внизу будет. Еще и с зеленым значком. А время-то идет, Рэйчел. Считаться со мной надо немножко? Обалдеть. У меня просто другого слова нет. Сколько в нее... Не бросай эти гранаты или не стреляй, она все равно дышит. Что у меня еще нибудь и внизу будет тоже такая же ждать? Вот тогда мы запоем конкретно. А время между тем все идет. Давай, Рэйчел. Мы же с тобой давно знаем друг друга. Ну, хотя бы немного, посчитайся со мной, ну. Нет, она сошла с ума. У нее крыша едет. У меня другого объяснения просто нет. Ну. В самый неподходящий момент. Но теперь все в порядке. Давайте прорываться в диспетчерскую дальше. Шарики. Шарики. Отлично. Что может быть еще лучше? В тот момент, когда у меня время истекает. Хантерчики. Сколько можно, а? Ну? Наверное, это был мощный взрыв. Только я его не видела. Двенадцать минут. У нас совсем нет времени. О, нет. Шарик. О. Не выдержала и закричала почти. А мне кричать нельзя. Нет. Надо сохранять спокойствие. Мы пройдем через это. Ничего страшного. Совершенно ничего нового для нас здесь нет. Через все это мы уже проходили. Испытание закаляет дух. Сейчас еще будем полминуты или целую минуту спускаться. Ну давайте засечем. Было 11.22, когда мы закрыли дверцы. У нас времени нет. Ну где? Где он, нужный этаж? 30 секунд просто улетучиваются в никуда. Ну, еще немного. Ну, 30 секунд где-то. Не поняла. Скармельоны. Отличный подарок. Этот стрелок нам вообще не к месту. Осталось 10 с половиной минут. Это совершенно ни к чему. Хм. С тобой надо тоже что-то решать. Так дела не делаются. 45-й. В отличие от других. Остальные, по-моему, 46-го. Или я что-то упустила. Ну сейчас мы и посмотрим. Да, остальные 46-го. А внизу нас также ждут скармельоны. Давайте попробуем расстрелять всех врагов отсюда. Думаю, это избавит нас от какой-то... Что? От какой-то проблемы, я хотела сказать. А там голодный бензопильщик бегает. Хм. Забавно получается. Вниз не спустишься и наверху оставаться нельзя. Но с тобой я бензопильщик считаться не намерена. Нет, я невкусная, ты ошибаешься. Да, ты монстр. Ты же сам это понимаешь. Нет, я не смогу утолить твой голод. Я не спустишься. Слишком много железок на мне. Ну? Давай. Мы получили... Очки сражения. Это очень хорошо. У меня как раз не хватает финансов на покупку улучшений для оружия. Хотя, наверное, их-то и так вообще хватать не будет катастрофически. Мне столько раз приходилось бегать. Кстати, каким образом я прокачиваюсь? Так как я не могу играть в кооперативе с кем-то, мне приходится по сто раз играть на одном и том же уровне. Для прокачки я выбрала именно второй эпизод на уровне сложности ров. Использую я винтовку, поэтому выбираю Джессику. Да, я понимаю, что это очень долго. А, я еще устанавливаю тринадцатый уровень. Так как он ниже рекомендуемого, за этого дают больше очков сражения и больше опыта. Знаю, что долго, но другого варианта у меня просто нет. Поэтому я даже не представляю, как мы будем качаться до пятидесятого уровня. Может быть, даже и не прокачаюсь. Кто знает. Может, корабль-призрак на сорок девятом или сорок восьмом придется проходить. Потому что у меня просто терпения нет прокачиваться. Это очень-очень много времени отнимает. А времени у меня между тем все меньше. У меня уже семь минут осталось. Да, бензопильщик наплевался. Только не с кармельона. Но сейчас вообще ни к силу, ни к городу. Я же стреляла в голову. Почему у него отрываются ноги? Загадка человечества просто. Сколько их здесь? Я не поняла, откуда еще стреляют? Надо бы обернуться, но времени совсем нет. А, вот оно что, оказывается. Да что такое? Откуда все эти выстрелы идут? Надо забраться наверх и посмотреть под другим углом. Времени все меньше и меньше. Какой ужас. А, вон еще наверху у нас спрятался один стрелок. Это очень хорошо. Ну, в смысле, то, что мы забрались наверх. Мне не придется гадать. Где же мы еще кого упустили? Ну, вот спрашивается, для чего они появляются наверху? Я же уже должна быть внизу. У меня всего пять с лишним минут осталось. Очень скоро время совсем закончится. И что мы будем делать, спрашивается? Давайте сразу отсюда и снимем этого стрелка. Тихонько. Пять с половиной минут. Пять с половиной минут. А, времени нет. Времени нет. Совсем нет. Еще эти стрелки появляются. Вы откуда лезете, я не понимаю. Сколько можно лезть? Ничего. Я думаю, что за эти пять минут мы успеем прорваться к диспетчерской. Но вот вопрос, получим мы за это ранг С или нет? Вот это уже... Ай-яй-яй-яй-яй, конкретный вопрос. 46 уровня бензобичи. Молодец. Нет, правда, молодец. Подождал, пока я подойду очень близко. Подкараулил меня и из-под тишка напал. Но вы по-другому ее умеете. Да что она взрывается? Она должна отвлекать его. Отвлекать и не взрываться сразу же. А, но у него осталось не так много жизни. Сейчас мы ее оставшуюся и снимем. Все будет в порядке. Скоро его уже слюны бегут. Фу, какая гадость. Я б тебе сказала, кто тебе поможет. Хотя я тебе уже помогла всем, чем смогла. Все, пустите меня к диспетчерской. У нас четыре минуты осталось. А сколько там для ранга С нужно? Не знаю, не проверяла. Я вообще здесь первый раз. О, Скармельона. Я ожидала стрелков. Но для ранга С, я так понимаю, нам надо его убить. Так просто убежать от него не получится. Придется что-то предпринимать. Да, Скармельона. Ты мне большущую услугу указал. В тот момент, когда мы уже почти вошли в диспетчерскую, ты так внезапно надумал, что пора. Что настал твой звездный час. Да сколько надо тебе патронов, я не понимаю. Еще только половину отняли, а у нас осталось три минуты. А вдруг кто-то еще появится в самой диспетчерской? Я на это не рассчитываю. Ну я вообще каждую минуту на счету. Ой. Молодец, Джилл. Но вот почему ты иногда не уворачиваешься, даже когда я нажимаю? Вот это вопрос. О, надо было сразу так сделать. Ну все, пустите меня в диспетчерскую. Мне срочно надо. А, слава богу, здесь никого нет. Ну что я получила в итоге? Ох, это ранг С. Меня радует. Хоть не придется переигрывать. А, у нас тоже 46-й стоял. Ой, геноцид получили, здорово. Конечно, готова, куда я денусь. Я прежде чем на этот уровень прийти, я три часа прокачивалась на этом втором эпизоде на уровне сложности Роу. Ну хоть денег подзаработала. И то ладно. Если вы надумали проходить режим рейд без напарника, без возможности быстро прокачаться, то знайте, это просто гиблое дело. Так как у меня нет возможности играть по сети, мне приходится тратить просто кучу времени на прокачку героя. Я, конечно, уже об этом говорила, но скажу еще раз, никогда не играйте в рейд без возможности играть с напарником. Сколько времени моего это уже отняло? Это настоящий кошмар. Так. Ну и здесь врагов убрали. Я сюда пришла только для того, чтобы попробовать схватить бонус геноцида. Ведь в прошлый раз мы его не получили. Да уйди, дай мне проплыть. Уйди. Нет, отвратительное создание, просто омерзительное. Они меня так раздражают. Но кричат они, когда бросаешь водяную бомбочку. Очень красиво. Сейчас отправимся в первую очередь туда. Где я упустила ключ. Потому что нам нужно открыть вот эту дверищу. Плюс ко всему. Ну давайте. Отправляемся на обследование... Нижних этажей. Не обращайте на меня внимания, я просто мимо проплываю. Ну давай, еще немного. Нет, я бы столько под водой не продержалась. Ведь одно дело задерживать дыхание, совершенно другое плавать под водой. Всегда боялась открыть глаза в воде. Да что ты делаешь? Фух. В этот раз... Получилось оторваться. Ключ здесь вообще-то недалеко, но сколько времени отнимает, пока мы до него доберемся. Ну здесь уже дышать не обязательно. Осталось-то всего ничего. Вот, нормально. Хорошо ты спрятался вообще. Я, между прочим, только из-за тебя сюда шла. Точнее, плыла. Хорошо устроился. Вообще нормально. Все, мы получили старый ключ, можно уплывать отсюда. Как раз туда, куда мы и направились в прошлый раз, упустив бонус. Или... А, нужно же еще всплыть. Потому что дверь закрытая там была. Ну давайте... Просто сначала сплаваем туда. Куда нам как раз таки и надо. А потом вернемся к этой двери. Я хочу проверить. Насколько там все изменилось. Ну как же долго, а? Как долго отсюда выплывать? Джилл вообще молодец. Так долго продержаться под водой. А, еще эти твари здесь. Все совсем плохо. Джилл, давай. У меня уже в глазах мутится. Ну же, еще чуть-чуть. Вот здесь мы уже сможем выплыть. Давай, держись. О. Хорошо, что мы подышали. Я говорю, мне нравится задерживать дыхание вместе с персонажем. Но это явно не сейчас. Не в тот момент, когда я комментирую. Если бы я задерживала дыхание, еще и комментировала. Еще плюс ко всему сейчас, в таком состоянии, в котором я сейчас нахожусь. Нет, у меня бы ничего не получилось. Сейчас я просто задержать дыхание не смогу. Скар-миллионы. Отличный подарок. Конкретно задерживает нас. Больше всего я переживаю именно за тот сектор. Ай, который ведет к самой лаборатории. Если в прошлый раз там были скар-миллионы. Много, очень много скар-миллиона. То что же сейчас там может быть? Я понятия не имею. А вот давайте и разузнаем. Но сначала получим здесь еще один ключ. Какие вы противные, а? Ну что это? Ну за что? Вот спрашивается, по какой причине? У вас столько злости, а? Отвратительное создание эти скар-миллионы. Единственное, что у них красиво, это их название. Которое я не устаю повторять. Ключ мы получили, но враги почему-то не закончились. Давайте попробуем добить их. Ну тех, кто остался. Лишним не будет. А вдруг еще один ключ дадут? Там кто-то еще появился. Но я пока не рискну оборачиваться. Надо просто держаться подальше. О нет. Нет, ну выпусти. Это все из-за этого скар-миллиона. Одни нехорошие слова в голову лезут. Вон еще один идиот. Надо что-то предпринимать с этим. Причем срочно. Два. Нет, нет, нет. Ребят. Ребят. Я думала мы воспитанные. О нет. Здесь что, еще один? А, ползучий. Ах ты ж ползучий. Отвратное создание. Еще и стрелок там, понимаете ли. Над нами издеваются. Это просто издевательство натуральное. Потому что пройти эти уровни с таким оружием, как у меня, не знаю, кем надо быть. Наверное, надо быть мной. Не была бы настойчива, я давно бы бросила. У меня и апгрейдов-то на оружии почти нет. Извращаемся, как можем, называется. Ну? Да уж. Симпатяшка. А вот теперь настал тот самый момент, когда мы можем со спокойной душой вернуться в тот сектор на самом верху. Понятно все. Наша душа совсем еще пока неспокойная. Спокойная. Он еще с кармельона идет. Я не понимаю, вот честно. Для кого делали эти уровни? Для настырных? Ну, а я настырная, да. Потому что иначе давно выбросила. Это реальная жесть. Нет, сейчас нам сюда не надо. Вроде бы сейчас все спокойно. Давайте вернемся туда, где мы дверь не открыли. Почему я этого раньше не сделала? Ну, решила, ну... Просто здесь же больше как-то врагов. Мало ли, если вдруг... Прибьют... Нашу героиню. Но на самом-то деле все было не так страшно, как мне казалось. Разобрались мы довольно-таки быстро. С этой проблемой. Но я поступила неправильно. Здесь я... Не буду спорить. Надо было сразу всплыть. Очень много времени теряем в пустоту. Ну, все, моя осторожность. Нет, надо бросать гранату. Они мне не дадут вообще всплыть. Слышали, какой прекрасный голос. Но мне нравится этот крик. Есть в нем что-то манящее такое. Ты-то откуда взялся? Тебе же здесь не было изначально. Ну, а теперь я могу зайти. И посмотреть, что же я здесь все-таки упустила. Ага. Я думала, здесь будет рыбка. А оказывается, здесь у нас кармильоны. Эмблемка. И спецдетали. И импульсные гранаты. Вот это да. Зря я сюда сразу не поднялась. Не пришлось бы так далеко возвращаться. Жил ты уж как-нибудь без меня там. Я задерживать дыхание в этот раз не буду. Хотя это на самом деле весело. Я даже когда прохожу игры, где нет шкалы кислорода. Я даже там дыхание задерживаю. Вот ведь прикол. Персонажу дышать не надо, а я всплываю раз за разом. Чтобы самой подышать. Ты отстань. Ну серьезно. Уже давно мы это все с тобой обсудили. А почему она ножом в него не втыкает? Как это было в сюжетной линии. Это было бы очень полезно. Хотя под водой, по-моему, их убить вообще нельзя. Только оглушить. Ну что, теперь мы можем плыть уже по назначению? Теперь нас уже никто останавливать не будет? Ну и хорошо. Потому что нам пора уже заканчивать с этим эпизодом под названием «Затопление». Кажется, он так называется. Ой. Мамочки. Ой-ой-ой. Дело плохо. Ой, мама. Да. А они долго не держатся, если бросить в них шоковую гранату. Хм. А кто нас будет ждать здесь, за этой дверью? Нет, мне вовсе не страшно. Просто здесь же вроде рыбка была. А сейчас ее здесь нет. Странно, а где она? Или здесь, в принципе, рыбок нет? Шоковая граната. Ну, хоть что-то, хоть не зря сюда пришла. Готовы ли мы к этому бою? Давайте покажем класс. Скармильоны. Что бы я вообще делала без тебя? О, мамочки. Еще один. Уже с другой стороны. Ой-ой-ой-ой, это что за ерунда такая происходит-то, а, в мире? Надо сохранять спокойствие, все будет в порядке. Я со всем справлюсь. Он у нас 46-го уровня. Ну, хоть уклоняться научилась. Сюжетная линия, когда я его в первый раз встретила, и он меня столько раз ударил, не могла сообразить, как уклоняться. Куда бежать? Куда бежать? В окошко. Все. Закончился. Однако скармильоны наступают. а я и не только с кармельоны как я посмотрю надо сосредоточиться сосредоточиться и понять с какой стороны основная атака хотя я уже поняла что они вот в основном здесь вот у них скопление у них тут party а я я я я я я что же вы делаете мне кричать нельзя бессовестная сделайте мне поблажку сегодня тянет не надо я даже в таком состоянии с вами расправлюсь давай давай подходи не стесняйся их промазала я бываю конкретной мазилой но куда от этого деться с кармельоны и это панцирная тварь даже 2 а вот это уже проблемка своеобразная дилемма что будем делать первую очередь расчистим зону чтобы было побольше места для сражения вот наша основная задача чтобы поменьше врагов было когда их очень много для маневра места не остается совсем я не я я мамочки ты куда прешь то совесть имей там еще где-то 2 но я пока понять не могу где он у нас а вон я его увижу за аквариумом ой это я зря сделала конечно зря потратила целую шоковую гранату целых даже две я бы сказала целых две шоковые гранаты толку то ему с этих шоковых гранат что они они почти ничего для него вообще не значит ну брысь отсюда ходит тут понимаете ли нервы мне трепают нашлись умники так стоп я что-то не поняла нет реально не поняла их что не только двое нет мне показалось мне правда показалось это и это все из-за аквариума он понимаете ли создает иллюзию что здесь еще кто то есть там пузырьки и пузырьки у одного убили сейчас небось появится еще кто то я так подозреваю ну что не может так просто это все закончится так не бывает так никогда не бывает хотя я думаю что эмблему дадут но это вроде как предоставит нам выбор муж это что ты делаешь можешь вроде бы как уйти а можешь и остаться но получить бону геноцида странно и эмблему нет но я здесь больше никого не вижу а вот оно что битва четырех сторон как поэтично что будем делать они маленькие да реально удаленькие таких отвратительных монстров и давненько не видела потому что они слишком быстро передвигаются но гранаты нам помогут я больше чем уверена что они нам помогут у них здоровья то почти нет наверное скорость компенсирует им жизненную энергию отличная у тебя позиция вот так и стоит остался еще один да ну да но это уже не не страшно у как он чешет вот это да ты вообще-то должен был в другую сторону идти ну давай все эмблемка появилась и появилось еще несколько таких гаденышей давайте сейчас с ними разберемся еще немного осталось что уж тут уж этих четверых уберем и все будет нормально и можно будет уже сбить ой нет это все нет не так не так как мне показалось я думала сейчас все закончится там еще фиолетовый да уж устроили они нам взбучку а у меня почти гранат то и не осталось ни гранат ни биоловушек почти ничего придется что-то предпринимать а мы уже почти половину у него сняли больше половины я бы даже сказала о нет хоть бы он сейчас не побежала вот вообще будет не кстати давай джил осталось совсем немного это все ну давай посмотрим на что мы наработали это было безукоризненно я надеюсь хоть геноцид то мы получили ну казалось бы уже все врагам то и прятаться негде ух получили в этот раз все хорошо а вот и он мой самый любимый в кавычках уровень королева зенобия в этот раз мы его зачищать полностью не будем потому что я здесь второй раз у меня была запись потому что я планировала что сразу закончу на ранг с но ничего не вышло у меня прямо на палубе закончились патроны и мне пришлось убивать фиолетового хантера ножом это все испортила я получила ранг а так что в этот раз чтобы получить ранг с мы пройдем через казино и через прогулочную палубу сразу на палубу без всяких без всяких лишних поворотов иначе этот уровень занял бы катастрофически много времени скорее всего я именно поэтому и получила такой низкий ранг а ну что ты на меня так смотришь а давай наступай в темпе нет они очень живучие сейчас стали я даже не знаю как будет на последнем уровне если они даже сейчас уже такие вот все терпят все воу молодец все таки уклонилась научилась чему-то ну все о нет 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 я в таком положении нехорошим ух они не каждый раз добавляют стресса они же убивают с одного удара точнее они захватывают ну я уже говорила об этом вот как от них вырываться понятия не имею по-моему это невозможно как в пятой части resident evil лизун бета они тоже если нас кочат то это все крах надеюсь я смогу вас с ними познакомить позже а а а ну еще один лягушонок будем его так звать хотя что это за штука я не знаю и мутант какого именно он вида а скармельоны позади меня ничего лучше придумать не могли нет моя дорогая лестница куда же я без тебя а а с ускореночкой еще ты вырасти сначала ты и а и 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 Их осталось всего двое. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Нет. Моя надежда не оправдалась. Пришел фиолетовый и все испортил. Хм. Снова такой же живучий. Как и прежде. А ты не стареешь. Красавчик. 48 уровня уже. У меня максимальный уже 48. Я никак до 49 не даю. А на следующем уровне, небось, враги уже будут 50. Тогда вообще весело будет. Фух. Могу только вздохнуть с облегчением, что мы в этот раз Зенобию полностью зачищать не будем. Потому что это был просто кошмар какой-то. Не с моим оружием. О нет, Джилл, вырывайся. О боже, боже, нет. Вот это он меня ранил. Вот это гаденыш. Как таких земля только носит. Давайте сразу соберем все, что здесь валяется. Нам это на прогулочной палубе пригодится. Честно скажу, что я и в прошлый раз все полностью не зачистила. Я как раз таки упустила прогулочную палубу. У меня не хватило патронов. Я приберегла парочку для самой палубы. И отправилась туда напрямик, когда зачистила мостик. Поэтому что там на этой прогулочной палубе, я ума не приложу. Давайте сейчас посмотрим. Хотя начинаю нервничать. Небось, бензопильщиков там будет штук 20. Хотя это в принципе невозможно. Разработчики не могут так сильно издеваться над игроками. Вот он на картине, наш прекрасный лайнер. Скоро мы его покинем. Осталось всего ничего. Ну что ж, прогулочная палуба. Место, к которому я так привыкла. Встречай меня. Как долго? Даже не знаю. Кто же нас здесь будет ждать? Снова тишина, как я говорю. Но в тишину я не верю. Забавно получается. Сейчас пустые коридоры. А на палубе, наверное, нас ждет настоящий апокалипсис. О, нет. Только не хантеры. Только не сейчас. Хотя о чем я говорю? Когда еще? Они и так атакуют нас без устали. Как будто бы у них вообще других дел по жизни нет. А у нас тут тупенький. Что будем делать с ним? Конечно, пристрелить. Только не под таким углом. Так ничего не получится. Сколько коротышек. Такие милашки прям. Ой, он еще бежит. Хотя нет. Они милые, но никогда меня атакуют. Это совершенно неприятная ситуация. Ну давай. Вот, все. А там еще один стоит. Заблудился по жизни. Что тут у нас в коробочке? Патроны к пулемету. Но у нас сейчас полный дипломат этих патронов. Ай-яй-яй. Они уже не поместятся. 50-го уровня враги. Вот это да. Вот это мне везет сегодня. Я только сеть. Рэйчел? Рэйчел? Что ты здесь делаешь? Тебя здесь не должно быть. Хотя кому я объясняю? Она меня никогда не слушала. Тут еще и маленькая Рэйчел. Малышечка совсем. Еще одна. Ахах. Вот это да. Сколько же у вас еще по игре-то будет, а? Что же ты за чудовище-то за такое? Рэйчел. Или это просто над нами так шутят? Такая жестокая шутка своеобразная. Давай, ты только один остался, последний. Думаешь, ты в одиночку со мной справишься? Я вот сомневаюсь, например, что ты справишься со мной один. Ну вот и все. Можно теперь идти на саму прогулочную палубу непосредственно. Все будет нормально. Я думаю, что никаких проблем. Надо будет, кстати, перед кораблем-призраком закупить сумки для травы. Они нам пригодятся. Сейчас, кстати, у меня что-то вроде теста. Получится взять ранг, если не получится, это уже отдельный вопрос. Если не получится, разумеется, буду перепроходить уровень целиком. Просто попробую гасить врагов ножом. Но почему тестовые? Почему я так говорю? Потому что я же, получается, не по всей Зенобии хожу. Я могу ранг эса не получить, что, мол, я убила мало врагов. Такое тоже вполне может быть. Поэтому... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тихонько. Пусть получится, как получится. Да уж, врагов здесь и вправду очень много. И вон стрелки опять появились. И все 50-го уровня. Все как с конвейера. Как у меня в стихотворении. Все как с конвейера, все мы иные. Ну что, все? Нет, конечно. Конечно, не все. Как я могла вообще подумать, что все закончилось? Надо осмотреть еще другие этажи. У-у-у-у, батюшки. Это ж... Это ж как, как получается, а? Аааа, мама. Почему так? Я же здесь всех уже зачистила. Я думала, я спокойно пройду на второй этаж. А как я посмотрю, они продолжают наступать и наступать. Но нет, надо что-то делать. Бросить, что ли, какую-нибудь гранату? Потому что они меня реально чересчур атаковали. На, уже поздно. Остался всего лишь один. Кто стреляет? Ааа, ты! Ты стреляешь, красавица. Рэйчел! Рэйчел! Ну за что? Ключ мы получили, мы можем уйти в любой момент. Но я не собираюсь уходить, пока здесь Рэйчел. Красавица наша. Там еще кто-то идет. Да что такое? Не дают посмотреть. Кто-то маленький. Еще одна Рэйчел. Такие прикольные они. Малыши. Милашки прям. Ну теперь кажется они... Ага, конечно. Размечталась реально. У нас здесь еще зелененькая Рэйчел появилась. Давайте ее сразу же уберем. Чтобы не доставляло нам неудобства. Ну, куда ты? Какая она медленная. И все равно... И все равно... Тверткая. Даже в таком состоянии. У нее полголовы нет. Ой-ой-ой. Надо было все-таки увернуться. Она мне хорошо приложила. Кто это сделал? Вот ты гаденыш, а? Вот последний остался и нет. Обязательно надо напакостить. Все. Рэйчел, все. Ну уж теперь-то я надеюсь мы с ней не увидимся. Хотя, о чем я говорю. Впереди еще так много уровней. Так просто ей до свидания сказать не выйдет. Ну, кажется, теперь все. У нас с собой есть два ключа. Но пригодится нам в итоге только один. Ну и еще на палубе мы найдем один. Поэтому мы могли бы, конечно же, вернуться в какие-то другие отсеки, на какие-то другие этажи, чтобы немного их зачистить. Ну, для чего? Сейчас, увидев, что там на палубе творится, вы скажете, что их вправду нет уж. Лучше не надо. Что? Это что ж за ерунда? Я уже в лифт зашла. Они настырные. Да ужаса настырные. Но я еще настырные. Так, с Рэйчел покончим. Все, едем на палубу. Сейчас вы увидите приближающийся апокалипсис. Что тут у нас на столе? В окне никого не видно. Но опять же, это обман зрения. Старый ключ, но вот для чего он? У нас уже два, но они нам совершенно не пригодятся. Брысь. Брысь, ты мне не нужен. Мне нужна эмблема, чтобы закончить уровень. Потому как мне интересно, дадут мне за вот эту халтуру, что я устроила сейчас? Ранкес или не дадут. Схалтурила я много, ведь Зенобия огромная. А я прошла только одним путем. Ну что я могу сделать? У меня оружие слабое. Патронов не хватило. Сражалась тут с ножом. Вот это было времечко. О-о-о, прет. Надо его как-то останавливать срочно. И все 50 уровня. Да, веселая у нас вечеринка получается. Сколько их? Воу. Отвлекайся, отвлекайся. А я между тем еще парочку хантеров уберу. Хм. Кажется, сейчас я в правильном направлении двигаюсь. Ой, нет, только не собака. Собака-волк. Волка-собака-пес. Надо, чтобы они отвлекались. Вот так. Вот это уже правильная тактика. Они меня зажимают в угол. Нет, надо что-то решать с этим. Потому что так не пойдет. Да. Новые наделали делов. Уважаемые мои монстры. У меня патронов почти не осталось. Но это только в автомате. Насколько я помню, здесь еще хантеры будут. Да, я так и думала. Что этот пулеметик против хантеров? Хоть бы дали ранг-эс за такие-то мучения. Кажется, остался последний. Но... И где ты, дорогой? Нет, не последний. Они продолжают наступать. Раздражаете. Ну... Давай. Ну давай. Фух. Эмблема есть. Но идти к ней пока рано. Вы посмотрите, кто тут у нас еще пришел. Еще один березопильщик. Какого он уровня? Тоже 50-го? Ну ничего, расправимся. Ой, вы посмотрите, как у меня плачевно обстоят дела с патронами на автомат. Винтовка, выручай. Винтовка, я к тебе обращаюсь. Какой голодный бензопильщик. Ой, нет, это совсем плохо. Фух. Главное, что мы успели вырваться. Да выпусти ты меня уже. Осталось-то парочка врагов всего. Мы справимся. Все будет нормально. А патрона все меньше, 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 меньше. Надо было перезарядиться в тот момент, когда еще граната не взорвалась. Но хорошая мысль приходит потом. Ну... Давай. Ты ведь уже на последнем издыхании. Сколько ты можешь воевать со мной? Это же бесполезно. Фух. Что ж ты не сказал, Мэйдэй? Ну все. На этот раз уже, думаю, нам повезло. Ну-ка, посмотрим. Надо же, мы схватили ранг С, даже учитывая то, что мы Зинобию полностью не зачищали. Нам просто повезло. Ну что ж, на этом будем заканчивать данную серию. Я, конечно же, извиняюсь за свой голос сегодня. Ну так уж случилось, что мне приходится разговаривать тихо. Не мой выбор. Увидимся в следующей серии. А пока. Спасибо всем за внимание, за просмотр. С вами была Миссионер Джейн. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посетите мои творческие страницы ВКонтакте и на YouTube. Ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание и до новых скорых встреч, друзья!